В Самаре 14 декабря вспыхнул пожар в бывшем кинотеатре «Россия». Как сообщил в своем телеграм-канале руководитель управления информацией и аналитики администрации города Елена Рыжкова, при производстве сварочных работ попала искренно в складированные материалы. Пострадавших нет, возгорание локализовано на площади 60 квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 66 человек и 18 единиц техники. Из Самары в зону СВО отправляют 22-й гуманитарный конвой для бойцов в рамках акции «Своих не бросаем». В этот раз удалось собрать более 16 тонн груза. Уже сегодня машина отправляется в зону боевых действий. Кроме необходимых вещей, каждому бойцу передают и новогодние игрушки для поздравлений с Новым годом и повышения боевого духа. Кадет из Самары стал победителем федерального конкурса «Гимна России» понятными словами. Ребята и педагоги, подавшие заявку на конкурс, должны были представить на суд жюри свое толкование слов из «Гимна России» в удобном формате. Жюри высоко оценило работу воспитанника кадетского корпуса «Авангард Самара» Романа Никишина, который рассказал, что регулярно участвует в военно-патриотических конкурсах. Более 600 детей-сирот в Самарской области получат собственное жилье в 2024 году. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства. Квартиры закупят для ребят из 37 муниципальных образований. В Самаре жильем планируют обеспечить 196 человек. Напомним, что в прошлом году в Самарской области квартиры получили более 900 человек. В предстоящие выходные дни в Самарской области пройдут масштабные рейды ГИБДД. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. Приоритетная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, а также выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за раз. Точное количество, которое можно употребить в пищу, зависит от индивидуальной чувствительности человека. Тем не менее, медики рекомендуют не есть более 400 граммов мандаринов за один раз. После их употребления могут возникать изжога, боли в животе, вздутие, либо аллергическая реакция в виде сыпи и зуда кожных покровов. Большинство россиян определились, где проведут январские каникулы. 40% останутся дома, 6% будут отдыхать на даче, еще 6% – в гостях у друзей и родственников. Путешествие по России планирует 4% респондентов. Лишь один из 100 поедет за границу. И 18% россиян в праздники будут работать. В четверг, 14 декабря, около 20.00 на Солнце произошла сильная вспышка. Об этом сообщает Центр погоды «Фовус». Последний раз вспышки подобной силы на ближайших нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году, говорится в сообщении. Подобные активные события на Солнце зачастую предвещают магнитные бури, ближайшие из которых ожидаются в субботу. У метеозависимых людей возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления и апатия. Рекомендуется избегать физических нагрузок и не переедать.